Общее сведение. Дисхондростиоз Ларивиля или инхондральный политопный дизостос – генетическая патология, обусловленная нарушением формирования инхондральных костей, вызывает карликовость и многочисленные скелетные аномалии. Это состояние было впервые описано в 1929 году французскими врачами-неврологома Ларипедиатром Живелем. Результаты исследований в 1959 году подтвердили их коллеги и соотечественники М. Ламилька. Бененфельд. Долгое время считалось, что данная патология является аутосомно-доминантной, однако гены, ответственные за ее развитие, найти не удавалось. На современном этапе развития генетики причину этого заболевания обнаружили в половых хромосомах. При этом дисхондростиоз Ларивиля не является сцепленным с полом заболеванием, поскольку гены, дефекты которых приводят к его развитию, расположены на так называемых псевдоаутосомных участках половых хромосом, а наследование этих участков не зависит от пола больного. По этой причине заболевание поражает лица обоих полов, однако фенотипически оно тяжелее протекает у женщин. Дисхондростиоз Ларивиля является достаточно редким состоянием, его точная встречаемость не выяснена. Дисхондростиоз Ларивиля Этими генами являются SHH и SHO-HWI, располагающиеся на коротких плечах XY-хромосом, точнее, на псевдоаутосомном участке 1 или PR1. Продуктом экспрессии данных генов становятся одноименные белки, которые представляют собой высокоактивные транскрипционные факторы. Наибольшее их количество у здорового человека выявляется в костной ткани. Дисхондростиоз Ларивиля развивается по причине нарушения структуры или экспрессии протеинов SHH и SHO-HWI, что влечет за собой искажения процессов деления дифференцировки клеток в инхондральных костях позвонках, длинных трубчатых костях конечностей. Для развития дисхондростиоза Ларивиля мутация генов SHO-HWI обязательно должна быть в гетерозигодном состоянии у гомозигот. С такими генетическими дефектами возникает намного более тяжелое заболевание – мезомилическая дисплазия Лангера. В некоторых случаях при наличии характерных фенотипических проявлений данной патологии и мутации в генах SHO-HWI могут не выявляться. Чаще всего генетический дефект при этом локализуется на высококонсервативных некодирующих участках, которые располагаются до и после данных генов. Эти участки контролируют процессы транскрипции и экспрессии SHO-HWI, то есть выступают его энхансерами. При их повреждении процессы экспрессии вышеуказанных генов нарушаются, что также приводит к развитию дисхондростиоза Ларивиля. Аналогичными проявлениями обладают и дупликация последовательностей данных генов. Иногда наличие мутаций в гене SHO-HWI приводит не к развитию таких серьезных скелетных аномалий, а к состоянию, известному как идиопатически низкий рост. Симптомы дисхондростиоза Ларивиля. В большинстве случаев дисхондростиоз Ларивиля можно диагностировать уже при рождении ребенка, однако описаны случаи возникновения выраженных симптомов заболевания у детей старшего вплоть до подросткового возраста. У новорожденного характерным признаком патологии является укорочение верхних и нижних конечностей относительно общих пропорций тела. В дальнейшем к этому проявлению добавляются ворусные деформации лучевой и большеберцовой кости во фронтальной плоскости локтевой, в сагиттальной. Нарушается структура костей и их соединений в области запястья, что также приводит к деформациям болезнь Мадилунга и затрудняет движение кисти. Скорость роста больных дисхондростиозом Ларивиля замедлена, в конечном итоге длина тела взрослых людей с таким состоянием не превышает 130 см. Довольно часто при дисхондростиозе Ларивиля у пациентов регистрируется различное искривление позвоночника, главным образом – сколиоз. При этом аномалии кости черепа, ребер и таза не наблюдается. Пороки и развитие внутренних органов для этого заболевания также нехарактерны, интеллект больных полностью сохранен. Не страдают и функции половой системы практически все больные способны иметь детей, лишь в тяжелых случаях у женщин вынашивание. Ребенка может быть затруднено из-за вторичных нарушений, тяжелового сколиоза или других скелетных аномалий. Таким образом, дисхондростиоз Ларивиля проявляется только аномалиями позвоночника и длинных трубчатых костей конечностей, не затрагивая другие системы и остальные части скелета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова